Мы благодарим тебя. Аминь. Можете садиться. Слава Богу! Я хочу поприветствовать всех, кто находится здесь сегодня. И также хочу поприветствовать всех, кто смотрит нас по всему миру, по телевизору, через интернет. Это наше желание, чтобы вы пережили присутствие Божье. Меня зовут Рон Джонсон. Я из Флориды. Но я люблю Россию и я люблю Новосибирск. И это так здорово, так здорово, что я могу снова приехать сюда, чтобы увидеть все, что Бог сделал. Это были удивительные вещи, которые мы наблюдали. Как Бог строит Свою церковь, и как Бог устанавливает Своё царство по всему миру, и особенно здесь, в России. Можете прославить Иисуса за это, за то, что Он строит эту церковь. Аминь. Аминь. Я знаю планы, которые имею о вас, говорит Господь. Планы, чтобы сделать вам доброе. Чтобы дать вам надежду и будущее. Мы служим доброму Богу. Он добрый, добрый Отец. И у Него добрые, хорошие планы для нашей жизни. И я люблю это в нашем Боге. Бог не злится на нас. Бог не сердится на нас. Бог любит нас. Богу нравится благословлять нашу жизнь. И поэтому я хочу говорить с вами на эту тему. О силе провозглашения благословения. Сила провозглашения благословения. И хочу прочитать из чисел 6 главе. С 22 по 27 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилевых. И я, Господь, благословлю их. Есть множество людей в этом мире которые неправильно понимают Бога. И даже для многих людей они видят Бога как такого злого, наказывающего Бога. Как Бог, который просто следит, что вы чуть-чуть собьетесь с пути. И как только вы сделаете шаг в сторону, Он стукает вас по голове. Но я хочу, чтобы вы знали что это не тот Бог, который описан в Библии. Бог, который описан в Библии, Он за вас. Бог этой Библии, Ему нравитесь вы. Бог так милостив. Он наполнен благодатью. Он всегда хочет сделать что-то доброе вам. Библия говорит вот так. Все доброе и всякий добрый и совершенный дар приходит от Отца Света. От Отца Света. Которым нет изменения. И ни тени перемен. Другими словами. Бог добрый. И Он добрый всегда. Бог за нас. И Он за нас всегда. Бог работает, Бог делает для нашего блага всегда. Можете ли вы прославить Бога за это? Это Бог, которому мы служим. Иногда у нас происходят проблемы в жизни. Мы встречаемся со сложностями. Мы встречаемся с разными ситуациями. И когда нам нужна помощь от Бога. Когда нам нужно, чтобы нас забрали из этих проблем. Я хочу, чтобы вы знали, что неважно, через что вы проходите сегодня. Вы можете быть в очень сложных обстоятельствах. Ваш брак может распадаться. Может быть, ваши дети уходят от Бога. Во всех обстоятельствах и сложностях. Не важно, через что вы проходите сегодня. Наш Бог, Он за нас. И Бог хочет принести доброе в вашу жизнь. Он хочет освободить вас от всех ловушек дьявола. И Иисус сказал это так. Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус сказал, Я пришел, чтобы вы имели жизнь. И жизнь с избытком. Наш Бог, это Бог, который дает жизнь. Наш Бог, это прощающий Бог. Он милостивый Бог. И Он хочет работать в наших жизнях. В этом отрывке Писания, который мы прочитали в 6 главе. Бог говорит к Моисею. Он говорит Моисею. Моисею, я хочу сделать что-то доброе для моего народа. Я хочу действовать среди них. Я хочу принести благословение им. И я хочу проинструктировать тебя. Он сказал ему, Моисею, я хочу, чтобы ты Моисею сказал Аарону и всем его сыновьям. Аарон был священником. Он был тот, кто был ответственен за это. За духовное состояние людей. И он говорит, я хочу, чтобы ты ему что-то сказал. Я хочу, чтобы ты ему сказал, вот так благословляй людей. И дает ему вот эти инструкции. Благословение. Что такое благословение? Это слово буквально значит быть счастливым, быть удачливым и быть в избытке. И теперь Бог говорит, вот есть то, что ты можешь сделать для этого. Для того, чтобы получить благословение. Я хочу, чтобы вы приняли это в сердце свое. Я хочу, чтобы вы приняли это в свой дух. Отцы, матери, я хочу, чтобы вы приняли это в свое сердце для своих детей. Пастыра, я хочу, чтобы вы приняли это в свое сердце для ваших собраний. Он дает определенные инструкции. Вот эти инструкции, они приходят из самого сердца нашего отца Потому что он добрый, добрый отец Он хочет благословить вас Он хочет благословить вашу семью Он хочет благословить ваш брак Он хочет благословить вашу церковь Он хочет благословить ваш народ Это сердце нашего Бога И поэтому он говорит здесь им если ты скажешь эти слова им я буду с ними и я благословлю их вот это самое действие благословения это действие, когда вы передаете Божье присутствие и силу другими словами, есть вещи, которые вы можете сделать и я могу сделать для того, чтобы передать благословение и благость Божью я помню, как Сэнди и я воспитывали наших мальчиков наши мальчики были маленькими и каждую ночь, каждый вечер мы молились вместе с ними и когда мы заканчивали молитву вместе с ними я возлагал свои руки на их голову и я говорил, я благословляю вас во имя Господа Иисуса иногда, когда мы были очень заняты мы заняты пастыра и у нас были разные дела и наши дети ложились спать мы укладывали их и это было обычное дело они выходили из кровати Папа, ты забыл благословить меня потому что они хотят переживать это благословение они хотят переживать присутствие и силу Божью в их жизни знаете, вы созданы для присутствия Божьего вы созданы для того, чтобы быть в отношениях с Богом и поэтому Бог говорит Моисею он проинструктируй Аарона чтобы говорить вот эти слова над Моим народом и когда ты провозгласишь эти слова что-то невероятное произойдет Бог говорит, я возложу свое имя на них я буду с ними и я благословлю их но вы можете сказать, смотря вот этот отрывок как это относится ко мне? после того, что вообще это относится к народу израильскому но за исключением некоторых из нас мы не евреи это обещание только для евреев ребята, у меня хорошая новость для вас давайте скажу, что Библия говорит Библия говорит что мы оправданы, все мы через веру в Иисуса Христа и если вы верите в это в Иисуса Христа Библия говорит что тогда вы семя Авраама то же самое обещание которые были у Авраама и для народа израильского они для вас сегодня в Галатах 3 главе в 28 стихе сказано нету больше иудея или язычника нету раба или свободного нету женского или мужского потому что все вы едины во Христе Иисусе видите благословение Авраама для народа израильского теперь пришло на всех людей которые возлагают свою веру в Иисуса Христа разве вы не рады что сегодня это благословение эта молитва благословения она точно так же для вас как была для народа израильского когда Бог дал это через Моисея давайте, давайте прославим Иисуса Аллилуйя какое обещание знаете, Бог является источником всех благословений и Бог желает, чтобы вы и я были благословенны и Бог обеспечивает, открывает путь для того, чтобы мы были благословенны какой этот путь Он говорит, послушайте провозгласи эти слова кто из вас знает, что слова имеют силу? Притча 18, 21 стих там говорится, смерть и жизнь в силе языка что произошло, когда Бог сотворил человечество? Бог сотворил человека с возможностью говорить мы созданы по образу и подобию Божьему и наши слова имеют силу Бог сотворил их так помните, когда Бог сотворил небо и землю? как Он сделал это? Бог сказал Бог провозгласил и мир начал существовать поэтому как передается благословение? оно передается через слова когда вы провозглашаете определенные слова когда вы говорите определенную истину эти слова несут в себе силу эти слова несут власть и Бог говорит если вы провозгласите это я буду в этих словах и мое имя будет установлено среди народа и мое присутствие будет среди народа и результат этого везде, где Бог, там приходит благословение когда Бог проявляется благословение you don't have to ask God for blessing знаете, вам не нужно просить Бога благословения просто принимайте Бога и принимаете Бога вы принимаете благословение и он говорит провозгласите эти слова послушайте церковь это так важно чтобы мы научились как благословлять друг друга очень часто, когда я рядом с людьми когда я консультирую людей я очень часто возлагаю свои руки на людей и я говорю я благословляю тебя во имя Господа Иисуса просто как вчера когда я молился за людей многие люди я возлагал свои руки на их голову и я говорил я благословляю тебя во имя Господа Иисуса и когда я говорил эти слова многие люди просто начинали рыдать их головы склонялись и слезы начинали течь потому что Божье присутствие сходило о, что прекрасную привилегию мы имеем благословлять друг друга вот почему это важно и нам нужно научиться как говорить нам Слово Божье друг над другом и название этого послания это сила провозглашенного благословения и Бог хочет чтобы мы высвобождали благословение через провозглашение слов но не достаточно просто но не просто достаточно чтобы провозгласить Слово Бог хочет чтобы мы верили в это Слово знаете когда Слово провозглашено вы верите в Него все что мы получаем от Бога мы получаем это по вере тот отрывок который я прочитал там написано что через веру Авраам стал ребенком Божьим и через веру вы стали детьми Божьими кто-то в какое-то время had proclaimed to you the gospel провозгласил сказал вам Евангелие and when the message was preached that God was for you that God loved you and that he wanted to forgive you of your sins you said yes and you believed it and the moment you believed it it was activated in your life and you were saved you became changed by the power of God your sins were forgiven and eternal life came into your heart everything you receive from God you receive by faith is from hearing the word and believing the word и веру в слово that our life is changed что наша жизнь изменена hearing the word слышать слово that's why it's important we declare it and then I believe it and as I believe it I experience the good of the blessing of God here in this passage in Numbers there is a five-fold promise God's saying to Moses I love my people so much I want to bless my people I want to do something awesome in their life I want to manifest my power in their life and he gives five clear promises I want you to look at that one more time he says say to my people the Lord bless you the Lord bless you in other words we're supposed to open up our mouth and we're supposed to say to somebody the Lord bless you and as soon as we make that declaration God says he'll ride on those words and he will bless them isn't that amazing? the Lord bless you what is he saying? here's what he's saying here's the first promise that when you speak blessing over people that you will have a fulfilled life you see all over the world today people are searching for something there's an emptiness in the souls of people there's a searching generation out there they're looking they're looking for something to fill the emptiness of their soul the emptiness of their heart they search for it in drugs in alcohol in illicit sexual relationships they search for it in all kinds of ways only to find themselves still empty at the end of the day often times people get involved in all kinds of habits and they end up sad and broken and I want you to know this morning that it doesn't matter how far you may have gone from God it doesn't matter how much in bondage you may have become our God loves you our God has a plan for your life and his plan is not that you would be broken but that you would be made whole his plan for our lives is not that we would live empty and frustrated never experiencing joy and contentment in our life God's plan for us is that we would experience fulfillment that we would live our life filled with the love of God filled with the grace of God filled with the joy of the Lord and the Bible says that very joy would be our strength that it would carry us and sustain us now listen to me you may have been through some painful situations broken marriages broken relationships разбитые взаимоотношения потерянные дети но не важно через что вы проходите одно прикосновение живого Бога может изменить все это потому что не важно сколько у вас оков на вас висит исцеляющая освобождающая сила Иисуса Христа она все еще освобождает плененных можем ли мы прославить Бога за это Иисус он все еще разбивает цепи над каждым мужчиной и женщиной кто осмелится поверить ему Иисус все еще он разбивает двери темниц оковы боли of hurt of the brokenness of this world почему потому что наш Бог любит нас и он желает делать доброе в нашей жизни я хочу сказать вам что-то и каждый пастор в этой комнате знает о чем я говорю я никогда не устану of seeing people come to know Jesus видеть как люди приходят к Иисусу вы видите как люди приходят склоненные полные греха и они молятся и они просят Бог прости нас ибо Он освобождает их и я вижу как Бог освобождает людей и меняет их и делает их новыми творениями вот почему Павел говорит если кто во Христе он новое творение все древнее прошло теперь все новое все это от Бога аллилуйя поэтому Бог говорит провозгласи благословение это так важно провозгласи благословение Бог благословляет тебя это не просто религиозные слова но когда к этому прикреплена вера Бог проявляет себя Бог благословит тебя и поэтому я говорю тебе церковь завета Бог благословляет вас аллилуйя и не только это Он говорит да благослови тебя Господь но вот что Он еще говорит но Он также сохранит тебя Бог благословит тебя и сохранит тебя что это значит когда Бог хранит вас это значит что Он защищает вас это значит что Он смотрит за вами кто из вас знает что мы живем в сумасшедшем мире в мире где все перепутано но хочу вам сказать что-то любой ребенок Божий у нас есть место где можем спрятаться это наш Господь наша скала Он место нашего спасения когда вы бежите к Господу Он становится вашим защитником вот что написано в 90-м псалме тот кто пребывает в присутствии Божьем под сенью всемогущего покоится и говорит Господу Он спасение мое и прибежище мое Бог мой в которого я уповаю он избавит меня от сети ловца и от гибельной язвы он перьями своими сокроет меня и под крыльями его я буду безопасен Библия продолжает и говорит тысячи постанут на меня тысячи десятки тысяч против меня но ко мне не приблизятся Аллилуйя Господь благословит вас и сохранит вас Он защитит вас Он наблюдает Он будет вашей защитой и как маленький цыпленок который прибегает к своей матери под ее крыло и он защищен и сохранен aren't you grateful today за защиту нашего доброго Бога give him thanks но и на этом он не останавливается он продолжает и говорит что-то еще Бог благословит тебя сохранит тебя и призрит на тебя светлым лицом своим Он не только благословит твою жизнь и защитит твою жизнь Он даст тебе жизнь благоволения Я хочу вам кое-что сказать нету замены благоволению Божьему вы знаете что когда вы приходите к Иисусу вы становитесь одним из любимчиков Божьих и это так Бог любит вас Библия говорит что Ему нравитесь вы Он настолько вас любит что Он радуется и танцует и пляшет и поет знаете когда я и моя жена у нас есть четыре сына они женаты и скоро у нас родится 14 внук номер 14 родится в следующем месяце и я скажу вам кое-что кто здесь является дедушкой или бабушкой знаете внуки это что-то потрясающее так ведь somebody said grandchildren are God's reward for not killing your children скажите кто-нибудь внуки это награда от Бога за то что вы не убили своих детей но когда появляются внуки когда внуки появляются isn't it amazing how you feel you've raised your kids and then those grandchildren show up you can meet a stranger and you'll want to show them pictures of your grandchildren God's that way with you and me he gives us a favored life that means that God's smile is on your life God's approval is on your life he'll make his face shine upon you that means that things will go well with you это значит что в вашей жизни будет все хорошо you know for some people знаете для некоторых людей the Bible says the way of the transgressor is hard некоторые люди говорят что из-за вот этих преступлений которые происходят в жизни walking outside of God's salvation is hard люди говорят что ходить вне Божьего спасения это сложно but I found this to be true но я обнаружил что это правда when the favor of the Lord is on my life life's no longer hard жизнь уже не становится сложной it gets easy она становится проще God's blessing and smile is on my life what he's saying is this if you'll speak these words I'll bless my people I'll protect my people and I'll make my face shine upon them they'll have a blessed life a protected life they'll have a favored life oh what an incredible promise but he goes on to tell him something else but he goes on to tell him something else the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine upon you and he says be gracious to you the Lord be gracious to you what does that mean listen grace oh the grace of God you know something you and I have received the mercy of God and the grace of God the mercy of God is God not giving us what we deserve милость Божья в том что мы не получаем от Бога то что мы заслужили but the grace of God но благодать Божья is him giving us things we do not deserve это в том что он дает нам то что мы не заслужили you see we lived in sin мы жили во грехе we deserve death мы заслужили смерть но он был милостивый к нам he didn't give us death он не дал нам смерть out of his grace и из его благости he gave us life он дал нам жизнь we become recipients of the life of God мы стали получателями жизни Божьей when you decree these words когда вы провозглашаете эти слова over your family над своей семьей you're speaking grace over them what is grace? it's unmerited favor oh when you bless your children you're imparting the presence of God the power of God and you're bringing God's blessing into their life and then finally he says this not only the Lord bless you a fulfilled life the Lord keep you a protected life make his face shine upon you a favored life be gracious to you eternal life but he ends by saying and may he give you peace peace listen peace is not the absence of chaos you see a lot of times we look at that and we think peace is just the absence of chaos but the word that's there is shalom is shalom the Lord give you shalom what does that mean? that means to make you whole to make you whole every broken area of your life every painful situation and circumstance he makes you whole and when you are whole you have peace ease no more chaos I've been made whole by the power of God oh listen to me today there is an incredible promise in these words in just a moment I'm going to have you stand and as an apostolic leader in the church of our Lord Jesus Christ I'm going to pronounce blessing over you all of you who are watching by television or on the internet I'm going to decree blessing over you today and as I decree these words over you today I'm going to ask you to reach out by faith don't just hear the words that I say but let your faith grab a hold of them let your faith reach out and receive the promise I'm going to ask the worship team to come we're going to worship the Lord in just a few moments we поклонимся to God musicians singers come choir come join us we're going to celebrate today the blessing of God oh what a good God we serve all over this room I'm going to ask you to stand with me I want you to reach out by faith right now I want you to lay hold of the promise of God I believe this is so important I'm going to pray over you in just a moment but I want you to prepare your heart for a second I want you to close your eyes where you're at I want you to see a good loving father the delights in doing good for his children I want you to see him this morning and I want you just to reach out your arms now I'm going to speak these words over you and you lay hold of them you lay hold of them right now the Lord bless you that means that he will make you happy fortunate to be envied the Lord bless you the Lord keep you that means he will protect you he will guard you he will watch over your eyes he will perform everything he has promised for now O Lord on his shield about me you are the glory and the lifter of my head the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine upon you oh may the favor of God be on your life may the smile of God be upon your life may the Lord bless you bless your children your children's children to a thousand generations may you know that God bless you and bless you and favor of God may he be gracious to you may he be merciful and gracious not giving you what you deserve but because of his loving kindness because of his goodness he graciously bestows every blessing upon your life and may he grant you peace oh no longer will you be broken no longer will you be in chaos no longer will your life be filled with pain but he will make you whole he will bring healing to every broken place in your life healing your sickness and disease restoring your broken body God bless you the Lord keep you the Lord make his face shine upon you be gracious to you and give you peace we pray this now in the name of the Lord Jesus Christ for his glory amen and amen come on let's give him thanks give him thanks give him thanks hallelujah thank you